Привет, друзья! Это YouTube-канал Красньюз, и я журналист Дмитрий Полушин. Сейчас я нахожусь в Академгородке Октябрьского района Красноярска. А еще конкретнее в Дендрарии, который принадлежит Институту Леса. Этот Дендрарий, насколько известно, уже лет 20 не нужен Академии наук. Он в запустении, он зарастает, и местные жители бьют тревогу за 45 лет существования этого научного объекта, где проходило изучение растений. Куда свозили 400 пород деревьев со всей страны для климатизации, для исследований. Сейчас эта вся работа остановлена. И, видя это, власти и застройщики начали претендовать на территорию Дендрария. И часть ее уже отхватили под застройку. Местные жители бьют тревогу. Пригласили сегодня сюда, в Дендрарии, представителей зеленых, активистов, экологов. И вместе с ними сюда приехал и известный стилист, кандидат в депутаты Госдумы Сергей Зверев. Я хочу сказать, что я увидел необыкновенную красоту. Конечно, тут есть за что бороться. Это просто такое достояние этого города. Я, например, не понимаю, как можно кому-то решить, что это взять. И город лишить легких. А чем тогда дышать? Здесь настроить дома, многоэтажки. И что? Здесь вот сосны многовековые стоят. И там вот сосновый бор. Вот это картинки, характеризующие то, что здесь было в 60-х, ну, конец 50-х, начало 60-х годов. Ну, там был. Вот, да. Вот это вот реликтовый соснычок, который вы его видели, наверное. Сейчас здесь вот планируется в рамках благоустройства красивого берега детская площадка. Ну, вот. Прям на территории этого реликтового. Да, да. Вот красота вся вот эта. То есть, вот мы сейчас, мы находимся, собственно говоря, вот здесь. Вот раньше. Оля. Картина была такая. Ох, как красота. Можете представить, да, сколько было сил вложено в это все? Сил, здоровье, денег, времени вложено. Сколько? Любви вложено. Посмотрите, как ухожено это все. Кроме того, вот на красивом берегу, где вы уже успели побывать, находится, произрастает порядка 30 краснокнижных видов, которые входят в Красную книгу Красноярского края, и два вида, которые входят в Красную книгу Российской Федерации. То есть, конечно же, любое вмешательство вот в эти, вот в эту экосистему, которая очень хрупкая, оно, конечно, приведет к последствиям печальным. Я к тому, что еще дышать-то нечем. У вас и так здесь такая сумасшедшая загазованность. Сумасшедшая, конечно. И онкология, и детская онкология. То есть, это вообще делать нельзя, это вообще нельзя трогать. А вот видите, как сложно вырастить, как сложно это все получить, а как легко от этого избавиться. Прийти к тому, что это вот такие вот будут постройки. Нет, конечно, этого делать нельзя. Мы, жители, крайне обеспокоены этой ситуацией. И мы действительно, ну, во всяком случае, я говорю о том, что вот знаем, мы собираем сотни подписей собрали, даже тысячи уже, для того, чтобы... Мы просим просто не вмешиваться в природу, в экологию, которая здесь сейчас у нас существует. И просим буквально, если кто-то нам может помочь, помогите. Я так понимаю, что вы уже давно об этом кричите, но вас никто не слышит. Вот, поэтому мы здесь, поэтому я приехал. Вот я с партией Зеленой совместно пытаемся как-то вам, как-то сделать так, чтобы все услышали об этой проблеме и, наконец-то, отстали от этого места. Абсолютно. Лучше, чтобы это сохранить. Вот как раз вложения нужны для того, чтобы сохранить то, что у нас уже есть. Потому что вот это вот мы уже ни за какие деньги мы не вернем в ближайшие там сто лет. Сергей Александрович, а общественные слушания, они не должны решать такие вопросы? Они должны решать. И слушания общественные были по проекту изменения в генплан, который будет вноситься в городской совет осенью после выборов. Вот, соответственно, там наши активисты свою точку зрения, в том числе и присутствующие вот и Мария, и другие наши активисты, высказали о том, что нужно навести порядок в дендрариуме, но не благоустраивать его в нашем, не в нашем, а в понимании администрации, да, вот это вот, что произошло с Березовой рощей в университете, гремячей гривой и так далее. А то, что здесь уже заброшена Академия наук территории, здесь просто нужно прибраться и сделать элементарно, там, убрать сухостой и все остальное просто сохранить, что-то подкрасить, что-то там, не знаю, ремонтировать лесенку, это, конечно же, необходимо будет сделать. Здесь все скошено, все прилично. Ну, есть места здесь, нужно прибраться просто, но не видоизменять эту территорию. Эта позиция изложена в итоговой резолюции, и мы будем, конечно же, в составе фракции нашей, пусть она немногочисленная, но будем ее отставить в городском садике. Почему часто, да почти всегда, в противостояниях между людьми, которые здесь живут, и застройщиками побеждают застройщики? И как эту ситуацию переломить? Застройщики побеждают, потому что у них есть деньги. Ну, и что обычно побеждает? У вас же, как и в любых, там, других городах, очень, здесь, как вот, я бы сказал, больше такое сватовство, клановость, семейное такое вот. Этот застройщик, а этот, зять, сват этого, этот крышует этого, значит, у них свой клан, они будут добиваться здесь. Им понравилось место, им здесь нравится, нравится все это, природа, воздух, потому что везде дышать нечем, здесь вот можно дышать. Они, у них есть деньги, цена вопроса, власть, да, что они будут слушать, кого, кого слушать. Они же не считаются ни с кем. Так что, что, ну что, она покричала сама себе, это же они посмеялись и пошли дальше делать. Это их вообще не интересует. Вот, как бы, что говорит народ, это никто не слышит. У них деньги, у них власть, у них все, у них они всегда будут правы. Вот, ну просто, есть такой момент, еще человеческий фактор. У нас как прижмет, так люди, спасите, люди. Вот прижмет, кому служить в армии, это вот, кого вырастить, вырастите, вот те ребята и будут служить в армии, защищать родину. Поубивают половину. А так, людей-то, кто их слышит? Никому не интересно. Отсюда они сами себе там что-то кричат, выражают, ну и дальше выражают. Надо научиться слышать людей и входить в эту ситуацию. Потому что, то, что я выслушал, надо, чтобы они услышали, она правильные вещи говорит. И это действительно по-человечески очень обидно. И тоже я столкнулся с этим. В центре Москвы я живу у Милского парка. В 8 утра, в 7 утра пробежка, я вижу, как приехали ребята, все убрали, вылезали весь парк, помойки все, все собрали, все собрали. Через час парк просто в жутком состоянии. Потому что рядом метро Белорусская приезжают люди, они приходят с пакетами. Что у них там в пакете? Вино, пиво, банки, склянки, пакеты, чипсы, прокладки. И вот это все по всему парку. А мы-то тоже живем там. И мне обидно, я хочу выйти подышать по-человечески, подышать воздухом. Я живу там, с нами никто не считается. Значит, эти валят на местных, местные валят на тех, кто пришли. И вот я не представляю, вот вы сейчас рассказываете, это огромное количество народа сюда придет, каждый там себе костерок разожжет, и что здесь останется от этого? Сейчас один дом построят, потом второй, как только один построит кто-то дом, все, не остановить. Это будет не остановить. Если вот вы сдадитесь на один дом, то все, мы потеряем это место. На информационных счетах Дендрария, который на секундочку является филиалом и собственностью Академии наук, написано о высокой научной значимости, проводимой здесь работы, проводимой с 77-го года. Но при этом сегодня почему-то институту леса этот Дендрарий по сути не нужен. Он держался на плечах активистов и ученых, кому было до всего дело. А сегодня такое ощущение, что институту леса не нужны ни разноплановые исследования, ни наблюдения за разными деревьями, как они себя ведут в суровом сибирском климате. Сегодня это все отдано на откуп властям и люди оказались наедине с этой проблемой. Постоянно застройщики и власти наступают на последние зеленые уголки нашего города, на городские леса, на те скверы, на ту рекреационную зону, которая еще осталась в Академгородке, в Студгородке, на берегу Енисея. Люди просят оставить их в покое и оставить зеленое насаждение в покое, чтобы все оставалось как было. Не нужно сюда приходить человеку, не нужно благоустраивать, не нужно под видом благоустройства отдавать территорию застройщикам, потому что в конце концов по таким благовидным предлогам уничтожаются городские леса, скверы, уничтожаются дендрарии, и только отдельные строители Красноярска радуются тому, что их счета пополняются еще на несколько миллиардов рублей. Если такая градостроительная политика будет продолжаться, то Октябрьский район, Академгородок, Студгородок скоро превратятся в такой же ландшафт, как и Северный, где не будет деревьев, где будет голая степь и бетонные джунгли. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Это Ютуб-канал Красньюс, я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин